МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочеткам мероприемства она отказала на питании журналистов. На Гомельщине отзначила керавник Центрвыборкама, подрыхтовка до выборов, иди планомерно, без серьезных нараканий и порушений законодавства. Всю необходную информацию можно знайсти на тематичных сторонках сайта у выканавших и распорядших органов. Таким чином реализуется головный принцип забеспечения прозристости и голосности. Со следующей недели в Центральной комиссии планируют принять очень важное постановление, которое будет касаться периода предвыборной агитации и пропаганды. У меня нет претензий, по крайней мере, все проходит осторожно. Нет явной агитации за кого-либо из кандидатов потенциальных, то есть нет перегибов. Зараз выборчая комиссия проверяют и корректируют списы выборщиков на территориях округов. Списки избирателей корректируют избирательные комиссии, которые образуются на территории каждого участка для голосования. А вообще подают списки избирателей местные исполнительные и представительные органы. При этом используются, как правило, списки избирателей, которые применялись при прежней избирательной кампании, сверяясь с военкоматами, с ЗАГСами, обходя по квартирным домам и так далее. Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена максимально качественно. Повеличить объемы вытворчасти и выпускать продукты с большевысоким добавленным коштам. Белорусские НПЗ повеличивают глубину перепроцовки нафты и реализуют масштабные инвестпроекты. Нафтан завершить модернизацию до конца 2016 года, а Мазырский НПЗ – до конца 2017 года. Благодаря техническому первозброенню, белорусские нафтоперопроцовщики сделают этот процесс практически безотходным и достигнутся в уровне лучших заводов Европы. А кроме того, в наступном году плануется повеличить поставки нафты в Россию на 1 млн тонн. Какие демодернизации и какими будут белорусские НПЗ обмерковали на посаджении Совета концерна «Белнафтахим» в Мазыры под обязанностью материалов наших корреспондентов. Вышиня 50 метров и площадь, на которой можно было побудовать целый микрорайон. Комплекс гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков начали будовать на Мазырском НПЗ два года тому. С реализации проекта процесс нафтоперепроцовки будет практически безотходным. Гэтые реакторы выработали в Японии. У Мазыр яны трапили после того, как пересекли Атлантичные и Тихие океаны. Затым Черная моря и Припять. Обстолевания дозволить перепроцовывать такие продукты, как мазут у светлой нафтопродукты. В условиях налогового маневра, повышения пошлин на темные нефтепродукты, реализация данного проекта, она крайне важна. Она обеспечит выход завода на новый технологический уровень. И после реализации этого проекта с данной глубиной переработки мы будем соответствовать уровню хороших европейских заводов. Модернизацию на заводе плануют завершить до 2017 года. Масштабное перетворение Чакая и Новополоцкий нафтан. Пытание реализации инвестиционных программ на посержении Совета концерна «Белнафтахим» – одно из самых важных. Программы масштабные, они преследуют две цели. Во-первых, наращивание объема производства, переработки нефти. То есть, еще недавно они перерабатывали 9 миллионов тонн, и мы ставим задачу, чтобы они перерабатывали 12 миллионов тонн нефти каждый по году. Под это дело подведен топливно-энергетический баланс союзных государств России и Беларуси, а теперь можно говорить таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. У гэтым годзе беларусские НПЗ повеличили перепроцовку нафты «Амаль» на 4%, а концерн «Белнафтахим» спрацевал лепш, чем промысловость краины. Продприемства нафтохимичной «Галяне» забеспечили рост усих экономичных показчиков. Это связано с двумя основными факторами. Первое – это значительная реорганизация, которая произошла внутри концерна. Существенно обновлены кадры, пополнили концерн производственники, соответственно, возросли требования. Преобразованы были коммерческие службы. До конца года у «Галяне» плануют завершить некольки новых инвестпроектов. Наприклад, на Мазырском НПЗ заявится установка по вытворности высокооктановых добавок у бензин, а «Нафтан» запустить установку першесной перепроцовки нафты, техничное перозброение «Шакая» и завод «Белшина». Вольга Холодович, Дмитрий Котов, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель» из Мазырского района. С визитом у «Гомеля» побывал наместник министра информации Республики Беларусь Владимир Матусевич. Он принял делу посяджений выконкам администрации Советского района и наведал редакции газет «Советский район» и «Гомельские ведомости». Вероника Ворошилина с подробностями. На ведвании периодичных выданий областного центра наместника министра информации Республики Беларусь Владимиром Матусевичем началось с газеты «Советский район». Сегодня она користается великой популярностью, бо постоянно развивается и удосконаливается. Сбор информации, размова с насельством, пошук цикавых тем. Усюг это необходимо для того, как раз на тыдень выдавать новый, свежий и оригинальный номер. Журналистам газеты доводится працовать над самыми розными материалами. Приоритет близким до читача темам. До прикладу рубрика «До поможите разобраться» осветляет звороты громадян. Кожный тыдень редакция оформляет отриманные звороты и накеровывает их на разгляд у мясцовые органы Улады. Еженедельно такой перечень вопросов передается, данный на главный свод всех обращений в течение недели, которые будут. И все это находят в рубрике «Вопросы-подветы». За год мы публикуем в этой рубрике более 50-40 вопросов. Не обмянув увагой Владимир Матусевич и одно из самых молодых, али вельми запотребованных и перспективных выданий областного центра газету «Гомельские ведомости». Ее креативный и творчий коллектив так само добра ведая, чем вздевить и притягнуть с ужасного читача. «Гомельские ведомости» – это не просто друкованное выдание, худшая интерактивная пляцовка для реализации смелых, новаторских идей. Супрацовники редакции проводят выставы, конкурсы и разные иншие мероприемства, накерованные на промоконтакт со своей читатской аудиторией. Одна из последних – оружие победы, которое мы представляли на улице Ланге в День независимости. Сначала этот проект был реализован на страницах газеты, а затем эти же автоснимки смогли увидеть тысячи горожан. Вместе с редакцией «Советский район» и «Вечерний Гомель» проводили акцию «Гомель-это ты», когда на банере 20 метров были размещены порядка 3000 фотографий гомельчан, случайно попавших когда-то в кадр, и каждый мог найти себя и получить за этот приз. Подчас наведывание периодичных выданий областного центра Владимир Матусевич отзначил, районные и городские газеты заусюда тримают руку на пульсе самых актуальных подеек, что отбываются на территории, якую и не охопливают. Журналисты у свою чергу глубоко усебакова, неабыякова из-за особливой затекавленности имкнуться осветлять материалы про людей, которые проживают по божзиме. Социальное питание показывает, что мясцовым сродкам массовой информации насельничество все не доверяет и мая у них потребу. Про это свечат и досыть высокие таражи городских и районных выданий. До приклада газета «Гомельские ведомости» выходит таражом больше за 20 тысяч экземпляров. Советский район – амаль 9 тысяч. Это значит, что есть читатели, это значит, что есть аудитория, это значит, что есть и качественные, интересные материалы, есть и неравнодушные журналисты, которые своей работой привлекают читателя, которые работают интересно, творчески, современно. И безусловно, сегодня у прессы есть будущее. Другое дело, что, наверное, печатная пресса, в том числе региональная пресса, она должна сосредоточиться не только на новостных материалах, но и на аналитических, глубоких, интересных, авторских, журналистских, качественных материалах, которые, может быть, не только один раз можно перечитать, но и вернуться к ним. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомели» проходит, что годовая областная спартакия до сирот работников жилево-коммунальных господарок. На протягу некоторых дней спортсмены-аматеры змагаются за узнагороды в разных видах. Подрабязность в наступном сюжете. На стадионе Сельмашевского микрорайона «Шматлюдно». До старта рыхтуются 10 команд, а гульной колькостью омоль 400 человек. В программе с поборництва у «Лёгкой атлеты», «Кошматборье», «Минифутбол», «Волейбол», «Геровый спорт» и «Пиротягивание каната». Сирот постоянных удельников спартакия «Дыёсть» у «Ласной Азорки», яких ведают по именах. До прикладу призер розных турниров Владимир Потапенко-Жлобина. «Геровым спортом он займается больше за 35 годов». Особистый рекорд – подъем у руку 205 разов. «Гира – это не то, что там подняла гиру, это ж и кроссы, и велосипед, и плавание, и перекладина. Это разносторонний вид спорта. Главное – иметь хорошую жену, чтобы она хорошо готовила, понимала себя и отпускала естественное соревнование». Тым часом спортивные прихожи не споборничали у «Лёгкой атлетычном кроссе». Варто отзначать, сироты, кто вышел на беговую дорожку, были наводшмадетные мати. Одна из них, Марина Шуканца, Светлогорска, заняла первое место в группе до 35 годов. У иншой взрослой группе перемогла ее коллега Алла Беликова. На Гомельщину она приехала жить и працовать с Украины. По выниках споборничества будет сформирована сборная, которая представит галину на Спартакеаде областного объединения профсоюзов. «Конечно, это лучшие люди, представители трудовых коллективов. Они уже знают, они ждут. И вот можно почувствовать, так сказать, дух этого всего мероприятия, то есть команды, командный дух, настроение. Всегда достойно выступаем и рассчитываем, что и в этом году не подведем и достойно место займем». У Гомеля прошел четвертый международный хоккейный турнир сярод молодежных команд в памяти былого директора предприемства «Гомель Транснафта Дружба» и старшини совета хоккейного клуба «Гомель» Алексея Костюченки. На протягу трех гульнявых дней четыре дружины у напруженной боротьбе выявляли мацнейшого. Боротьбу за трофею вяли дубли Гомеля и Жлобинского металлурга, так само Минская юность и Московский Спартак. Дарыч, москвичи – минулогодние переможцы турниру. После двух гульнявых дней у лидерах были «Спартак» и «Юность», які имели шансы на завоевание трофея. Гомель шел на третьем месте, замыкали таблицу «Жлобинчане». У заключенный день москвичи у серой булитов перемогли «Металлург» 4-3. Минчанам, как перемогчил турниры, треба было брать очки у гульниц Гомеля. Матч отримался напруженным. У першим перееде перевага была на боку «Юности», однако в особице ее закинутые шайбы не отрималась. У другим перееде минчанам все ж таки закинули. Гомель отказал нагляд, а с початку господары адыгралися, а потом вышли на перад 2-1. У третьем перееде соперники двойче обменялись закинутыми шайбами. Перамогу матча разом с ее и другое место на турниры отримали хоккеисты Гомеля. Первый период у нас многое не получалось, но мы в раздевалке посидели, поговорили с ребятами, тренерами, небольшую установочку дали, и в принципе начали все выполнять, все начало получаться. Вот результат. Перамогу турниры памяти Алексея Костюченко другий год за пар отримала молодежная команда московского «Спартака». Юность засталась и на третьем месте. Замкнули таблицу резервисты Жлобинского «Металлурга». Любой турнир, он всегда кратковременный, опять же, он дает очень много пищи для размышлений, опять же, каждая команда ставит свои задачи, цели. Практически, что мы ставили, все посмотреть, разобраться в ребятах, кто на что способен. Нам эта задача удалась. Очень хороший турнир по подбору команд. Все игры посмотрели, прошли напряженной борьбе. Хоккей вернется на арену Гомельского лядового палаца 10-го жнивня. У рамках розыгрыша Кубка Руслана Салей хоккейный клуб «Гомель» будет примать Витебск. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадоакомпания «Гомель». «Водорка Ханне» выстава под такой назвой проходить у палаца румянцевых и Паскевича. У автор – минская мастачка Зоя Луцевич. Идея проекту – злучить визуальный свет и нюхальный у одним творы мастацтва. Кожное полотно с кветковой серой Зои Луцевич – это эксклюзивные духи, которые существуют однодчасово, и как живописный твор, и как самая соправдная парфюмерия. Один из левших парфюмеров свету Олег Выглазау, дарыча первого особи у творы мастачки у духи. Нюх – далеко не галонное почуте для человека. Але коли говорка едзе про свет эмоций, почуте, переживанне, тут пахе выходит на перший план. Человечшее почуте и эмоции записанное у подсвядомостей предопомозе водоров. Спектр коляровый и спектр водоров складаются по одних и тых же законах. Их это и законы, як никто інший, разумеет и отчувае автор неординарных мастацких проектов Зоя Луцевич. На выставе представлена больше за 40 творов разных жанров и накерунков, каждый из яких раскрывается перед глядачом отповедно его внутреннему свету. У Гомеля открылась выстава у люстерковым бляску самовара. Экспозиция протягивает цикл проектов с коллекцией стародавней мебли и предметов интерьера Сергея Пуцілина. На выставе у люстерковым бляску самовара представлены столовые приборы и приналежности для чаепития 2019-го початку 2020-го года. Самовар – это предмет, без якого немогчимо было уявить традиционное чаепитие этих часов. На выставе можно убачить самовары разностайных формов, наибольш популярные у наших протков. А кроме этого, наведвальники смогут убачить шерох чайных предметов европейского походжения – бульетко и молочник, заварочные чайники и чайницы, кофейники и иншие. У нас на выставке также представлен такой предмет, как яйцеварка, сбитинник. Если кто-то не представляет, как он выглядит, может увидеть у нас на выставке фонтан для вина. То есть те предметы, которые были популярны в свое время в конце 19-го, начале 20-го века в Западной Европе. Мы сочем за развитием падей. Наш наступный информационный выпуск глядите на телеканале «Беларусь-1» у понеделок о 15.10. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok